Саба, Турция, коронапереворот, потрясший Атлантику. Берджан-Тутар. Саба, Турция. 31 марта 2020 года. Кризис с коронавирусом, свирепствующий во всем мире, уже сейчас начал менять и формировать новую международную систему. Как и раньше, поначалу преобразование мирового порядка будет происходить медленно, а затем начнутся процессы радикальной трансформации. Например, Суэцкий кризис 1956 года внезапно перевернул с ног на голову баланс сил на Ближнем Востоке. Великобритания, чья гегемония после Второй мировой войны постепенно пошла на спад, с Суэцким кризисом была вынуждена уступить США свое место в исламском мире и на мировой арене. Сейчас международная система проходит аналогичный процесс. В отличие от ЕС и США, которые не выдерживают испытания борьбой с коронавирусом, азиатские страны во главе с Китаем, Россией, Японией, Южной Кореей и Турцией усиливают свое влияние в глобальном масштабе. После 1945 года Атлантика под руководством США установила мировую гегемонию во всех отношениях. Эта гегемония опиралась не только на военную мощь, материальные богатства и демократические ценности США и Европы. Наиболее важными факторами, которые делали США центром притяжения в мире и оправдывали их гегемонию, была основанная на координации истории успехов противодействия кризисам как внутри страны, так и вовне. Однако коронакризис подорвал три важнейших столпа мировой мощи США. Качество управления, которое США демонстрировали во внутренней политике, стратегическое видение, приносившее глобальную пользу, а также способность к мировому лидерству при управлении кризисами и решении проблем отныне полностью утрачены. Хотя с обнаружением первого случая заражения в Ухане американской администрацией СМИ, издавая победные кличи, называли коронакризис чернобылем для Китая. Однако все пошло совсем не так. Картина кризиса кардинально изменилась. Уже сейчас в мире обсуждается вопрос, как Восток победил Запад в войне против коронавируса. Не стоит забывать, что величайшей катастрофой, особенно при эпидемических заболеваниях, является потеря ценностей, которые делают человека человеком. И западный мир провалил этот экзамен на достоинство и совесть. В этой связи Италия, которая платит тяжелую цену, по праву проявляет резкую реакцию в отношении Европейского Союза, бросившего ее в одиночестве. Так, бывший вице-премьер Италии Маттиас Альвини, Маттиас Альвини, заявил, что ЕС это не союз, это гнездо змей и шакалов. Сальвини отметил, сначала мы победим вирус, а потом подумаем и, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив, объявив тем самым о крахе проекта ЕС. Важную роль в этом провале сыграли прежде всего социальное расслоение и плохое политическое руководство на Западе. По этой причине самое большое количество случаев заболеваний и смертей наблюдается в таких странах, как США, Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания. Кризис доверия между западными обществами и их правительствами еще более углубился. А страны Азии добились невероятного успеха. То, что азиатские страны обладают динамичной системой здравоохранения и лидерами, каждый из которых внушает доверие, сыграло важную роль в борьбе с кризисом. Азиатские лидеры мобилизовали буквально все силы, чтобы организовать свои народы и поставить во главу угла здоровье общества. Поэтому коронаураган, потрясший Атлантику, повлечет за собой глубокий регресс не только с точки зрения экономической структуры западных стран, но и их дальнейшего политического будущего. Ведь стало очевидно, что западных политиков, которые руководствуются понятием коллективный иммунитет, что является ультраверсией социального дарвинизма, заботит вовсе не их народ, а следующие выборы, и поэтому они не решаются принимать жизненно важные меры. Тем не менее коронаураган поставил с ног на голову эти мелочные расчеты. Вот почему во время критических событий любое колебание сразу же превращается в гигантскую волну, которая меняет большую игру на глобальном уровне. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...